В России через три года пройдут испытания технологии воздушного старта. 22 января 2019 года ЦАМТО в России через три года пройдут испытания технологии воздушного старта. Модель системы воздушный старт на базе AN-124-100. Источник изображения. telemaxspb.livejournal.com ЦАМТО. 21 января. Испытания технологии воздушного старта планируется провести в России через три года. Сообщил РИА Новости генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦИМ. Академика В.П.Макеева Академик Ран Владимир Дегтярь. Как напоминает агентство, технология воздушного старта предполагает старт ракеты с воздушного средства, которая находится в полете. Ракету может запускаться с самолета, дирижабля или экраноплана. Эта технология разрабатывается учеными с середины прошлого века, но за почти 70 лет более чем из 100 проектов успешными были единицы. В настоящее время Государственным ракетным центром имени Макеева в инициативном порядке запланированы проектно-конструкторские работы по созданию авиационно-ракетного комплекса на базе самолета Ил-76. Созданный задел и технические возможности позволяют выйти на практические испытания технологии воздушного старта РЕД через три года. Но надо понимать, что финансовое обеспечение проекта может внести свои коррективы, сказал В. Дегтярь. Как отметил В. Дегтярь, запуск ракет с помощью технологии воздушного старта имеет ряд преимуществ по сравнению с полетами с поверхности Земли, снижаются потери скорости ракеты, есть возможность увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на орбиту. В США в 1970-х годах была успешно испытана система воздушного пульска ракеты для поражения спутников с истребителя F-15, но работы в дальнейшем были прекращены. В 1990 году в рамках проекта американских компаний Orbital Science и Hercules Aerospace ракета-носитель Pegasus, стартовавшая с самолета, успешно вывела спутник на орбиту Земли. Это единственная система с воздушным стартом, находящаяся сейчас в эксплуатации. При воздушном старте, в отличие от наземного, ракета за счет самолета проходит наиболее плотный слой атмосферы и получает значительную начальную скорость. На высоте 10 км плотность атмосферы в 3,3 раза ниже плотности на уровне моря. Поэтому при воздушном старте снижаются потери скорости ракеты на преодоление аэродинамического сопротивления. Такие условия старта позволяют обеспечить на 25-30% большие энергетические возможности по выведению ракеты. При ее старте со сверхзвукового высотного самолета разгонщика прирост массы полезной нагрузки, выводимой на орбиту, будет еще большим, подчеркнул в интервью РИО Новости В.Доктярь. Он отметил, что при воздушном старте у ракеты появляются дополнительные функциональные возможности. Она приобретает гибкость в выборе района старта, включая прикваториальные широты. По словам В.Доктяря, это обеспечивает широкий спектр наклонения орбит без выделения дополнительных зон отчуждения для падения отработавших ступеней ракеты. Также она становится оперативной в доставке космического аппарата в заданную точку на орбите. Это важно при замене выбывшего из строя космического аппарата в многоспутниковой группировках. Цитирует РИО Новости В.Доктярь. 21 января 2019 года права на данный материал принадлежат сам. Там материал размещен правообладателям в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова